Время для решений Несомненно, я думаю, что... Самое главное, чтобы мы, этот мир сложный, развивающийся, быстро меняющийся, был, жил в мире. Иначе нам трудно будет подключиться к любой проблеме. Отсюда надо ставить препятствия, всяческие препятствия, гонки вооружений, новой милитаризации и вообще положить конец наращиванию особенно сил и оружия массового поражения. Это очень важно, без мира ничего не получится. Ну, а теперь уже по существу, так сказать, самого сообщества мирового. Я бы кое-что сказал только. Я думаю, что, несомненно, мы все почувствовали, особенно в последнее время, когда пережили вот только что недавно, 2008-2009, да еще, по-моему, не закончился этот глобальный кризис. Говорили, что он финансовый кризис, он оказался, по сути, все дела общим. И он показывает, что та модель, которую исповедовали все системы, все страны в той или иной мере, но особенно крупные страны и, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, модель, связанная, так сказать, с разработками Вашингтонского консенсуса, она себя не оправдала. Именно благодаря вот тому, что мы действовали по ней, в рамках ее требований, мы оказались в такой ситуации, никак не можем выбраться. Поэтому нужна смена модели, смена модели, которая бы, я убежден в этом уже, это мое убеждение, и думаю, это убеждение уже многих, которая бы на первое место ставила проблему развития на новых подходах. Это не модель, которая исповедует сверхприбыль, сверхпотребление. Нет. Нужна модель, которая бы учитывала уже новые возможности, которые уменьшаются, а спрос на них наращивается. И самое главное, она не должна оставлять без внимания проблему социальному развитию людей, бедность, те противоречия по условиям жизни, в которых живут народы разных стран. И говорю я третьим это пунктом, но это, пожалуй, первый пункт. Если эта модель не будет учитывать сейчас требования экологии. Это сейчас то, что нельзя откладывать. Это не будущее, это сегодня уже тяжело. Тяжело нам жить, не учитывая экологические требования. У нас разрушается, планета перегружена. А вот мы в октябре отметим 7-миллиардное, рождение 7-миллиардного человека. В начале 20-го века у нас было на Земле 1,9-х живущих. Теперь у нас 7 миллиардов, к 50-му году будут 9 миллиардов, минимум 9 миллиардов. Планета уже перенапряжена. У нас не хватает воды, я ставлю это на первое место. Уже начались военные конфликты из-за воды. И многие возникнут, если мы не будем сейчас эти проблемы решать, таких как вода. Энергоресурсы, то же самое. И многое чего другое. Продовольствие, продовольствие тоже очень. Миллиарды людей голодают сегодня. Вот это все то, что должна учитывать новая модель. Это модель, сориентированная на внимание к человеку и природе. На то, чтобы это взаимодействие между человеком и природой было другим и адекватным требованием, вызовом. Ну и последнее, немаловажное. Мы пока не научились, как жить и управлять делами в глобальном мире. А мы все взаимосвязаны. Взаимосвязаны, а все у нас разорвано. Попытки создать семерку, двадцатку, восьмерку и так далее. Ну да, ну вот создали двадцатку. Она решила какие-то вопросы. И я думаю, в принципе, правильный подход обеспечила. Ну и все, она умерла. Почти умерла. Я не говорю, что фактически, но с точки зрения действий. Как это можно год пропустить уже и бездействовать, когда такая ситуация. Поэтому модель вот новая нужна. И нужно все сделать для того, чтобы профинансировать все исследования вот этих проблем. Не жалеть денег. Надо сконцентрировать все, чем располагает человечество, чтобы дать ответы вот на эти вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!